9 февраля 1897 года стартовала первая полная перепись населения Российской империи. Традиции уже 126 лет. Как изменился этот процесс с годами и какие результаты показала последняя перепись, узнаем у гостя студии. К нам присоединилась начальник отдела статистики населения и здравоохранения Воронеж-Стата Марина Степанова. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, наверное, за 130 лет изменилась немножечко процесс переписи населения. Давайте расскажем. Вот буквально недавно, я так понимаю, закончилась еще перепись. Вот об ее итогах мы поговорим. Давайте поговорим сначала об изменении. Как это проходило и почему вот мы настолько долго говорим о нынешней переписи? Перепись населения 2020 года, это считается первая цифровая перепись в Российской Федерации. Она проходила с использованием планшетных компьютеров. И плюс еще у нас было четыре, можно сказать, способа проведения переписи. Это основное, традиционный, когда переписчик обходил домохозяйство. Как вот было 130 лет назад, человек пошел и подушил. Он пошел, но он уже пошел с планшетным компьютером. Поэтому вот основное новшество – это то, что использовались планшетные компьютеры. Второе новшество было то, что можно было самостоятельно населению переписаться на портале госуслуг, на ИПГУ. Поэтому мы вообще-то старались усиленно рекламировать данный вид переписи, для того, чтобы там лишнего контакта населения не было с внешними источниками. Тем более в последнее время население не очень-то охотно идет на любой контакт. Это вот на ИПГУ. Третий способ был – население самостоятельно могло прийти на стационарный участок и переписаться на стационарных участках. Часть стационарных участков у нас создавалась в МФЦ. И допускалось в исключительных случаях точно так же и переписать население по телефону. Но это по очень уважительной причине. Например, когда у нас была создана горячая линия всероссийской переписи населения. И в том случае, например, если инвалид или там очень пожилой человек, и он не желал контактировать с переписчиком, и не было возможности воспользоваться другими видами переписи, то мы в исключительных случаях и по телефону опрашивали. Скажите, пожалуйста, наличие гаджетов и приложений в сегодняшней переписи как-то помогло? Вообще ожидания оправдались или нет? Это еще спорный момент. Планшеты и госуслуги. Нет. Естественно, планшеты оправдались. Потому что если ранее, во-первых, нам нужно было обработать эти переписные листы… То есть все с листа надо вбить в компьютер? Нет, но у нас были сканеры. Этот материал сканировался. Они были машиночитаемые, бланки. Но опять же их нужно было сначала просмотреть, потому что иногда встречаются ошибки. Там нужно строго написание цифр и букв соблюдать. ЕГЭ, наверное. Бланки ЕГЭ, они же тоже так отчисывают. Поэтому, естественно, процесс ускорился. С планшетов сразу мы взяли информацию с ССД-карт и сразу происходила загрузка нашего автоматизированной системы обработки данных переписи. Давайте как раз поговорим о результатах переписи. Что она, в принципе, показала? Какие основные показатели в целом учитывались переписчиками? Давайте об этом расскажем. Основные показатели. Блок вопросов, так называемая программа переписи населения, она была идентична в основном всем предыдущим переписям и переписи 2010 года. Основной блок вопросов касается это демографические вопросы, пол, возраст. Далее у нас идет гражданство, национальные принадлежности, источники средств к существованию, образование, состояние в браке. Семейное положение. Семейное положение, да. Плюс еще, естественно, владение языками, их использование в повседневной жизни. Плюс еще жилищные условия, ну и рабочая сила, и миграционные процессы. Большой такой перечень вопросов. Ну и плюс еще традиционные вопросы, они были, вот эти блоки, в связи с изменениями в потребностях органов власти, там, научного сообщества, они были конкретизированы. Вот, в частности, о владении языками, отвечали у нас респонденты не только то, какими они владеют языками, но и какие из них они используют в повседневной жизни. Плюс еще блок вопросов касался, вот миграции, оно касалось в основном трудовой миграции. Это выезд населения с места жительства в другие территории по работе. То есть, условно говоря, живешь в Воронежской области, а на заработки там ездишь в Остонскую. Ну, вплоть до того, что наш пригород, вот Тресвятская, Новый Усман, Семилуки, они точно так же отвечали на то, ну вот как раз была конкретизация. Те, которые живут в ближайших населенных пунктах, они выезжали на работу ежедневно. Например, если кто-то ездит вахтовым методом там в Москву или там куда-то на севера, да, то они тогда отвечали там кто-то раз в две недели, кто-то раз в месяц. Плюс еще и даже если кто-то за границей работает, они тоже отвечали, что они выезжают на работу там раз в год. Давайте поговорим о половой, скажем так, гендерной принадлежности. Сколько у нас сегодня мужчин, сколько женщин, потому что по статистике у нас на 10 девчонок 9 ребят было, сейчас как обстоит дело? Ну, немножко я уточню относительно того, что на 10 девчонок 9 ребят. Такая ситуация складывается уже где-то после 18-19 лет. Мальчиков на самом деле рождается больше, чем девочек. Но специфику там образа жизни молодых людей, более риску они подвержены. Где-то к 28 годам эта тенденция изменяется. Вот. Но в целом по Воронежской области, да, на самом деле женщины преобладают над мужчинами. По данным переписи населения на тысячу мужчин приходится 1166 женщин. Вот. Беречь надо мужчин. Да, да, да. Расскажите, какое количество населения вообще у нас в Воронежской области? По наполненности какое место мы занимаем? Очень интересно посмотреть, послушать. Вот в целом по Воронежской области численность составила 2308,8 тысяч человек. По центральному федеральному округу мы заняли третье место. Мы идем после Москвы и Московской области. Только мы прямо третьи? Да, по центральному федеральному округу. Ну, это понятно. Не в целом по России. Нет, но есть еще Санкт-Петербург, Новосибирск, в конце концов. Да, да, да. Плюс еще Воронеж подтвердил звание города-миллионника. Ну, скажем так, в перепись 2010 года Воронеж еще на тот момент не был городом-миллионником. Он стал в 2012 году, а вот итоги переписи населения 2020 года подтвердили данный статус. Скажите, пожалуйста, вот весь этот процесс переписи, для чего он нужен? Все-таки количество пунктов, вопросов, на какие отвечают участники, увеличилось. Вы сами сказали, там, владение языками, место работы. И мне кажется, возникает действительно, зачем это? Если просто посчитать, сказать, что миллионник город или нет. По головам, да. Да, то по головам посчитали, и все, другая информация не нужна. А вот для чего остальные пункты и в целом вообще эта перепись? Ну, во-первых, все переписи проходят в соответствии с раундами Всемирной организации населения при Объединенной организации объединенных наций. И в целом для Российской Федерации это используются данные органами государственной власти. В демографической, социальной, в образовании, на основе бюджетирования всех уровней, начиная от органов местного самоуправления, заканчивая им и федеральным бюджетом. Вот. Плюс еще, как я уже говорила, научные сообщества и образовательные учреждения, кто активно использует данные переписи. Ну, и как бытует обычное народное мнение, как говорят, ну, самое понятное, то, что во время переписи происходит снимок, фотоснимок страны на определенную дату и на определенный момент. И, опять же, те сведения, которые уточняются в ходе переписи населения, никакие другие административные источники, реестры, они ими не обладают. Вот относительно, скажем, состояния в браке. В ходе переписи опрашивается, учитывается, вернее сказать, не только официально зарегистрированный брак, но и неофициально зарегистрированный. А, это условные гражданские, которые так называют, сожительство. И, кстати, относительно и разводов. У нас точно так же учитывается официально разведенные, и есть понятие такое, как разошедшиеся, которые состоят официально в браке, но фактически... А, то есть они официально в браке, а семьи как таковой нет. Да, и у нас был отдельный пункт, в соответствии с которым население выбирало, то ли они официально разведенные, то ли они просто разошедшиеся. Скажите, пожалуйста, насколько активно вообще люди участвуют в переписи? И стоит ли их как-то мотивировать на это, заставлять, грубо говоря, да? Или большинство, большая часть, сами проявляют инициативу охотно? Нет, как даже мировая практика показывает. В последнее время население не очень-то активно идёт на контакты по всем опросам, в том числе и в ходе переписи населения. Поэтому основной, на что делался упор, это на информационно-разъяснительную работу. Но всё-таки вы думаете как? Будущее за цифровыми технологиями? Будущее за цифровыми технологиями. Чтобы люди не выходили, а зашли на госуслуги? Ну, как бы на сегодня... Во-первых, это да, опрос через госуслуги, плюс ещё всё-таки у нас же планируется создание реестра населения Федеральной налоговой службой, по-моему, там, ориентировочной в 2025 году. Поэтому и даже вот в ходе проведения переписи, особенно в возрасте от 30 до 55 лет, население не очень охотно шло и всегда говорило. Вот мы зарегистрированы на сайте госуслуг, есть данные, все учтены в налоговых органах, пенсионный фонд про нас всё знает. И как бы основную часть вопросов можно взять вот именно из этих источников. Росстат планирует в ходе следующих переписей, как раз данные сведения использовать. И объём вот этих вопросов как раз уменьшится. Оно будет занимать... Если на сегодняшний момент при ВПН-2020 на опрос семьи, состоящей из 3-4 человек, уходило в среднем от 10-15 минут, то вот взяв из административных источников основные сведения, а спросив только то, что можно по самоопределению, скажем, национальности... Ну, национальности и семейное вот как раз вот это положение. Да, да, в соответствии с Конституцией у нас вообще-то самоопределение происходит человека по национальному признаку. Поэтому вот очень маленький круг вопросов, которые уже планируется переписчики будут задавать. А основные, основной объём информации как раз вот будет агрегироваться, браться из других баз данных. Ну что ж, спасибо вам большое за эту интересную беседу, что были этим утром вместе с нами. Удачи и терпения вам при проведении переписи. Спасибо большое. Спасибо. Напомним о том, как проходит перепись населения сегодня и что выявляет, нам рассказывала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Воронеж-Стата Марина Степанова. Наше утро продолжается. Будьте с нами на телеканале ТВ «Губерния».